Мы сейчас докажем замечательное утверждение. Называется оно теорима Жордана. Это непрерывная кривая. Важно, что разные точки окружности должны перейти в разные. Потому что, иначе, там есть все эти примеры, вроде кривой, которая проходит через все точки квадрата и так далее. Нет, здесь очень важно. Мы берем обычную окружность, непрерывно ее отображаем, чтобы разные точки переходили в разные петлики. Оказывается, она разделит плоскость на две части. То есть внутренняя область и внешняя. Это впервые было опубликовано в курсе анализа Жордана. Сейчас многим не нравится, как это там было написано. То есть, вроде, по сути, там тут и все правильно, но не вполне так, как это принято писать в тематике сейчас. Есть много доказательств, точнее, много публикаций доказательств. Я сейчас расскажу очень короткое доказательство. Оно начинается с того, что мы отберем случай не кривой, а ломой. Вот так формулируется теорема Жордана для ломой. Если есть, замкнутая, то есть начало совпадает с концом, не самопересекающиеся, то есть нельзя рисовать вот так, как я сейчас. То есть вот так вот нельзя. Можно было как-то хитро рисовать, но вот, что не сама себя пересекла, запрещено. Вот так можно. Так вот, замкнутая, если пересекающаяся, ломаная, делит плоскость на две области, внутреннюю и внешнюю. При этом любую точку из одной области, можно с любой точки из той же самой области соединить, ломаной, не пересекая эту самую нашу ломаную гамму. А вот две точки из разных нельзя. Это вообще-то очевидный факт. То есть если у нас есть забор, и мы его строим, 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 и в конце концов замкнулись, то делит плоскость. Очень часто в школе учат понятие многоугольник. Вот на самом деле многоугольник – это в точности замкнутая, а не самопересекающаяся. И что интересно, школьникам дают задачу – это такая жрите, что если нарисована замкнутая, то не самопересекающаяся ломаная. И некоторые ее даже решают. Ну, далеко не все. Это надо довольно сильному школьникам, довольно умному. Не у всех это получается, даже у общества не получается. Но тем не менее у кого-то получается. И вот доказательство Терем Жордана начинается с этого факта. Мне кажется, самое простое доказательство такое для ломаной. Проведем всевозможные прямые через пары и кашельку. Это конечное число прямых. Поэтому существует прямая, непраллельная ни одной из них. Вот берем какую-нибудь такую прямую. К ней рассматриваем рентгигулярное направление. И всю картинку проецируем на этом направлении. Источек возьмем самую крайнюю. Ну вот, выберем положительное направление. И вот пусть, например, это самая правая точка ломаной B. Из нее, как положено, выходят ребра АВ и АС. Так вот, если в треугольнике АВ и С нет других решений полонных, то мы, вот наш треугольник Провоцент, да, давайте, что-то здесь решим. Вот он треугольник Провоцент. То мы говорим простую вещь, что задача фактически свелась к двум задачам. Задача о треугольнике, что он делит плоскость на две области, внутреннюю и внешнюю. Да, проблем нераверных нет. И задача о треугольнике решили на одну меньше. По индукции можно считать, что внутри нее все сделано. Отлично. Теперь давайте смотреть, что же у нас будет. Внешняя область. Ну как, для треугольника была внешняя область. Для вот оставшегося треугольника тоже была внешняя. Замечательно. Пересечение их, да, конечно, они есть, это внешняя область. Теперь, здесь вот от любой точки в любой можно было пройти. Здесь от любой точки в любой можно было как-то пройти. Ну, это у нас замечание. Что сейчас видно? Что, конечно, от любой из этих точек можно пройти в любой из этих точек. Потому что, когда они живут поломаны без отрискации, то можно просто перетечиться здесь в конце, и они замечательно подсоединились. Хорошо. Теперь нужно объяснить, а почему же нельзя выйти из объединения таких загончиков, где вот они отрисканы, да, соединены так, во внешнюю область. Ну, представьте себе, у вас есть какая-нибудь точка. Мы из нее хотим выйти во внешнюю область. Но нам запрещено пересекать вот эти вот звенья, да. Адреска АЦ во всей луны нет. До этого пересекать можно. Хорошо. Значит, начнем придется пересечить, если мы хотим выйти в область. Пересекли, но оказались в треугольнике. При этом проходить через АВ и АВЦ нельзя. Значит, мы там погуляли-погуляли, но и вы должны вернуться. В общем-то, любой убежишь. От того, что к области добавили, ничего не изменилось. Это вообще-то значительный случай. Второй случай, вообще-то ничем не отличается. Если у нас какая-то из вершин ломаной оказалась треугольным яблицем, ну, приду, конечно, мы вам хотим рисовать. Представьте себе, у нас получилось как-то так вот. Здесь у нас такой вот кусок ломаный, который вот так вот заходил сюда. Мы возьмем вершину, ближайшую к точке B. Из всех вершин ломаной, которые расположены в треугольнике АВЦ. Ну, на этой картинке вот такая вершина оказалась. То же самое. Проведем этот трезвинг. И вся картинка разбилась на две самые пересекающиеся замкнутые ломаные. Для каждой из них все знаем. Для каждой из них теорема у нас известна в индукции. А значит, и для объединения тоже известна. Отлично. Для ломаной мы теорем уже данное доказали. Между прочим, есть замечательная такая штука. Как знать, когда у нас точка лежит, она внутри или нет? А что значит? Когда у нас есть любая точка, мы должны пройти, что называется, до бесконечности. Любой ломаной. Единственное, давайте запретим себе проходить через вершины и запретим себе идти вдоль ребра. То есть пересечения должны быть настоящие. Вот если у нас есть ребра ломаной, то запрещено вот так идти. Потому что пересекаешь, то пересекаешь. И не посчитать четкость. Если четное количество, то мы были во внешней области. Если и четное, то во внутренней. Отлично.